Как делишки, ребятишки? С вами Снова... А где ты отсюда? С вами Снова Эдисонова. Извиняю, что я в майке, просто на улице там 26-27 градусов. Я тут просто уже распариваюсь, жариваюсь на максимуме. Добро пожаловать в новую серию операций. И вы знаете, вы знаете, что сегодня будет. Потому что мы с вами делали уже операцию и на спину, и на сердце. Я вам обещал то, что если наберем много лайков, будет операция на мозги. Наверное, самая сложная операция в моей жизни. Если ты хочешь продолжения, ты знаешь, что делать. Я понял то, что... Ну нет смысла, каждую серию тянуть как-то за причиндаловый, прощай лайки. Ставь лайк, если хочешь продолжения, а мы... Так хора, тут за ногу кусаться, доктор проклятый. А мы будем начинать. Сложный у нас будет денёк. Наушники надеты. Ну что, ребята, будем начинать. Кому же мы будем делать операцию в этой серии? Просто мы делали операцию Егору. И слава богу, благодаря мне, со второй попытки, с второй жизнью Егор наш выжил. Поэтому я надеюсь, что в этой серии, ну, наша подопытная или подопытный выживет с первого раза. Потому что, ну, вторую попытку не всем дают. Познакомьтесь с Лизой. Она страдает от аневризма головного мозга. Один из кровеносных сосудов Его головного мозга раздут от крови. Короче, у неё болит голова. Ну, мне кажется, у всех нас болит голова, рано или поздно. Но мне никогда не делали операцию на мозги из-за этого. Ну, ладно, и слава богу, поэтому давайте мы приступим. Какую комнату выбрать? Сердце, рука и посередине мозги. Ну, явно то, что в мозги. Прекрасная работа, доктор. А, всё? Я справился? То есть... А-а-а, ну хорошо. Мы можем отмечать! Или в смысле, прекрасная работа, доктор. Теперь нужно сделать внутреннюю анестезию. А, я думал, я уже закончил операцию. Берём приц. Берём приц, вставляем приц в эту фигню. Высасываем эту жидкость, конечно же, анестезию. И вкалываем вену, господи помилуй. Я хочу предупредить, что лучше, если ты кушаешь сейчас, отложи еду. Я перед каждой серией этой рубрики предупреждаю вас, что если вы кушаете, вас может немножко вот так стошнить. Поэтому отложите, пожалуйста, всё, что вы можете сейчас засунуть в рот. И мы продолжаем. Я предупредил. Мы ждём, пока сработает анестезия, и будем прошить мокрушку её. Ладно. Мы должны сбрить все её волосы. Возьмите ножницы со стола. Так я хирург или я парикмахер? Не могу понять. Возьмите со стола крем для бритья. А, хорошо, хорошо. Сейчас я укладчик. А, встряхните. Встряхиваем, встряхиваем, встряхиваем. Хорошенько встряхнул. Давай, давай, давай. Давай, 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 миленький. Давай, давай, давай. Всё мы это делаем. Какая... Я её покрасил в белый свет. Прекрасно. И берём бритву, да? О, господи помилы. Таким я ещё не занимался. Ну, да ладно. Всё в первый раз нужно в жизни попробовать. Парикмахер, хирург. Кем я ещё только не был? Воспитателем детского сада. Я Егора нянчил в прошлой серии. Берём пинцет. Берём ватный тампон. И берём йод, конечно же, как обычно. И красим, красим, красим черепушку. Ох, вы готовы, пацаны и пацантрессы? Сейчас будет очень жёстко. Мы будем крошить всю черепушку. Поэтому, ну... Я вас предупредил, что если вы сейчас меня смотрите и кушаете... Хе-хе, не-не-не-не, не надо этого делать. Берём скальпель. Делаем небольшой такой надрез. Я, я надеюсь, что меня в этой серии дошлить хотя бы не будет. Ну да ладно. Господи. Да ну уже открывается, в смысле? Теперь прорежьте мышцы, чтобы добраться до черепа. Без проблем. Режем мышцы, ну не... Ого, божечки, помилуй. Режем мышцы. Да, два слоя, вот как на бутерброд, знаете? Кожа, мышцы. Сейчас маслице... Хе-хе, уже готов. Возьмите дрель. Дрель. Дрель, хорошо. Берём дрель. Дрелим. Хорошо. Да, да, да. Череп, да. И вот это просверлим. И вот это, да. И сейчас просто крышечку снимем, да? Ещё молоточком, наверное, постучим. А хирургическую пилу нужно взять. Закройте уши. Я прям вспоминаю зубного врача, как это... Ребят, мне противно на самом деле. Если вам противно, напишите в комментариях это, потому что воспоминания от стоматолога. Ой, да. Мы прям маслецом таким намазали. Чтобы пройти через твёрдую мозговую оболочку, нам понадобится скальпель. Возьмите скальпель со стола. Без проблем, где скальпель? Ещё раз. Да сколько тут слоев? Хватит уже этот бутерброд намазывать. Сколько тут слоев этого всего? Теперь возьмите ретракторы. Что такое ретракторы? А, я знаю, вот этот. Ну да. Я говорю, сейчас маслица будем... В смысле это? Мои мозги растянули? Посмотрите аневризм под микроскопом. Господи. Вот она. Прежде всего нам нужно отделить аневризму от кровоносных сосудов. Возьмите диссектор со стола. Где диссектор? Вот диссектор. А что-то мы отделили. Теперь возьмите зажим. Берём зажим. И что-то... Ага, зажали. Замечательно, доктор! Теперь надо закрыть всю зону. Как? А всё? Мы всё сделали, и что? Хорошо, теперь возьмите иглу. А что мы сделали? Возьмите нить со стола. Берём хирургийское нить. А мы там ей просто какой-то отрезали нервы, или что? Не могу понять. Или вену какую-то перекрыли. Теперь нам нужно сделать отверстие в костной пластине. Где? 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 Возьмите дрель. Где? Где? Вот дрель. Ага. Боже мой, да почему-то так противно. Я не могу понять, что это игра. Но, господи помилуй, это жесть какая-то. Теперь нам нужно прикрепить эту костную пластину. Возьмите хирургические пластины со стола. Мы взяли. Мы какие? А, вот. Спиннеры! Спиннеры прикрепляем! Отвертку! Где отвертка? Я где-то... У меня минута осталась! Я надеюсь, что я не зафейлю вот это. Возьмите винты. Где? 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 Вот. Ага. 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 Быстренько, быстренько, быстренько. Давайте, 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 давайте. У меня времени как бы нет. У меня минута осталась. Мне нужно спасти эту пациентку. Как его там? Лиза, да? Лиза. Всем Лизам привет. Если меня сейчас смотрят Лизы, вы крутые. Возьмите иглу со стола. Берем иглу и берем нить. Зашиваем. Все, зашиваем быстренько. Мышцу зашиваем. 50 секунд осталось, ребята. Если я зафейлю, я буду плохим доктором. Вторую операцию подряд я фейлю. Теперь сшейте кожу. Ага. Быстренько. И сверху, сверху. Один, два и три. Замечательно. Что еще? А возьмите бинт. Берем бинт. И перематываем. Быстро, быстро, быстро. Лиза, 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 крепись. Сеструха, крепись. Вы прекрасно провели операцию, доктор. Я уверен, что пациент скоро поправится. Да. Это я. Я доктор. Не зря я в детстве моему коту зуб шевелил, когда он у него выпадал и чувствовал себя доктором. То, что я сейчас вырву настоящий стоматолог. А тут, смотрите. От чего я дошел? От кота до операции головного мозга. Но я чувствую то, что это не все. Потому что одна операция за одну серию, это слишком мало. И, кстати, перед тем, как мы начнем следующую, самую-самую-самую жестокую операцию на этой планете, вот тут есть подсказочка. Если ты не видел предыдущую серию, обязательно посмотри. Там мы делали операцию на сердце. Я не скажу то, что она была намного легче, чем вот это. Поэтому обязательно посмотри. Познакомьтесь с Борей. Лиза, Боря, Егор. Целый класс у нас уже. Пятый Б. У Бори ухудшился слух на правое ухо. Примерно на 60%. Что постоянно доставляет ему проблемы. Потому что музыку не нужно так громко слушать. У меня так тоже слух за день ухудшится, если я буду на 100% звук в наушниках включать. Поэтому не балуйся с наушниками. А то тоже глухой, как Боря будешь. Ладно, Боря, не переживай. Спасем мы тебе жизнь. Идем в кабинет с ухом. Прекрасная работа, доктор. Ну, тут я уже все понимаю. Флакон с анестетиком. Заполняем. Анестезия. Вырубаем нашего Борю на ближайшие часы. Боря, сейчас все. Чики-пуки за 3 минуты сделаем. Где мой нож? Сейчас ухо отрежем, Боря, как новенький, обещаю. Перед операцией необходимо побрить часть головы Бори. Давай, Боря, Боря, давай. Крепись. Сейчас мы сделаем просто лучшую прическу твоей жизни, Боря. Берем бритву. Новый стиль. Одна часть головы побрита, вторая нет. Опа, Боря, все готово. Очень хорошо, доктор. Теперь возьмите маркер. Берем маркер. Опять. Кто начал кушать? Аккуратно, аккуратно. Боря, все с тобой будет хорошо. Берем скальпель. Немножечко такой, небольшой такой надрезик. О-о-о, кровотой. Я уже помню то, что нужно брать электроб. Я уже помню это. Я уже помню. Кровушка пошла, надо ее прижечь. Тут я уже опытный, доктор. Рано-расширители. Берем рано-расширители. Ну, нормально, пока нормально. Опять берем скальпель и опять разрезаем мышцу. Я помню то, что тут... Господи, это что такое? Берем опять дрель. Сколько мне сверлить дрель? Это как? Это... Сколько там мне за него? Че, голову насквозь? Проверчек. Скоро, скоро. Я прям шо-то... Боря, ты крепись. Я надеюсь, тебе не больно. Боря! Боря! Я не знаю, что я слабо. Отлично, теперь возьмите стимулятор приемника. Берем. Теперь следует ввести электрод в переднюю часть сушного лабиринта. Вводим. Ёханый баба, нифига себе там технологии в этом ухе. Теперь можно прикрепить стимулятор к черепу Бори. Возьмите иглу. Берем. Берем нить. Прикрепляем стимулятор. Ага, еще прикрепляем. Боря, ты будешь как новенький, как огурчик, как с утра просто рассольник попил после бухлишка пати. Далее мы закроем отверстие костным цементом. Нифига себе, сейчас мы будем... Как? Где костный цемент? Сейчас цемент в ухо тебе заливать будем. Боря, извини, я не хотел. Это у меня работа такая. Закрываем. В смысле, возьмите иглу, так я еще там должен был... Я еще мышцу должен был зашить. А почему я сейчас зашиваю сразу же кожу? Это доктор хороший, я уже знаю, как нужно зашивать. А что-то мой помощник что-то не то. О, мне подсказывает. Интерн проклятый. Вы прекрасно провели операцию доктора, я уверен, что Борис скоро поправится. Слушайте, я просто чудо-доктор как-то. Я две операции провел буквально за 7-8 минут. На мозги, на ухо, Боря, Лиза. Люблю вас. Честно, мне понравилось, мне понравилось. Это уже третья серия с операциями. Я уже провел примерно 5-6 операций за 3 серии. И там их еще очень и очень и очень даже много. Поэтому ты знаешь, что нужно делать. Подпишись, пожалуйста, на мой канал в первую очередь. И также влепи огромнейший лайк прямо сейчас на этот ролик. Если наберем хотя бы 25 тысяч лайков, я обещаю, что сразу же выпущу продолжение. Кто кушал и бреванул, извиняюсь перед вами. Кто не кушал, послушався моего совета, тот огромный молодец. Спасибо, что слушаетесь Эдуарда Перетяну и близко к сердцу воспринимайте его советы. Я скажу тебе огромное спасибо за просмотр. В следующей серии у нас будет еще одна очень жестокая операция. Но будет она или нет, зависит только от тебя. Ставь лайк. Спасибо всем огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»